Господь, Бог, благодатью человека любим, всегда, ныне пресно и вовеки веков. Слава Тебе, Христе Божий, улава Тебе, слава Тебе! Слава Тебе, Христе Божий, улава Тебе, слава Тебе, слава Тебе! Помилуй, ты спасет нас, як облаке человека любит! Аминь! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Из беседы святителя Иоанна Златоустова, поучения. Кому подобен род сей? Он подобен детям, которые сидят на улице и, обращаясь к своим товарищам, говорят, мы играли вам на свирели, и вы не плясали. Мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали. Ибо пришел Иоанн, не ест, не пьет, и говорят, что в нем бес. Пришел сын человеческий, ест и пьет, и говорят, вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам. Иоанн говорит, Матфея, 11 глава. Смысл этих слов следующий. Я и Иоанн пришли противоположными путями и поступили подобно ловцам, которые желают поймать неудобно ловимого зверя с двух противоположных сторон. Становятся друг против друга, каждый на своем пути, и гонят его от себя, чтобы таким образом он непременно попал в руки того или другого. Для того-то и устроено было, что Иоанн от самого владельчества приучен был к столь суровой жизни, чтобы через это сделать проповедь его достойной веры. Но почему же, скажешь, ты сам Иисус не избрал этого пути? Напротив, и он шел этим путем, когда постился сорок дней и обходил в страны, уча и не имея где главы преклонить. Впрочем, он и другим путем шел к той же цели и получал пользу от того, которым шел Иоанн, потому что получить свидетельство от человека, идущего путем жизни строгой, значило то же, что и самому идти этим путем, или даже и более. Притом, Иоанн ничего более не показал, кроме строгого образа жизни, так как Иоанн не совершил ни одного знамения, а Спаситель свидетельствовал о себе и знамениями, и чудесами. Таким образом, предоставив Иоанну глистать постом, сам избрал путь противный, участвовал в трапезах мытарей, вместе с ними ел и пил. Теперь спросим Иудеев, что скажете вы о посте? Хорошо, хорош он и похвален. Если так, то вам надлежало повиноваться Иоанну, принимать его и верить словам его. Тогда слова его привели бы вас к Иисусу, или пост тяжек обременителен, тогда вам надлежало повиноваться Иисусу и верить Ему, как идущему путем противным, тот и другой путь мог привести к Царству. Тогда начало укорять города, в которых наиболее явно было сил его, за то, что они и не покаялись, говоря, горе тебе, Хоразин, горе тебе, Вифсаина. Будем внимать этому и мы. Не неверующим ведь только, но и нам определил Спаситель наказание более жестокое, чем садомлянам. Если мы не будем принимать приходящих к нам странников, когда повелел им отрисать прах от ног своих и весьма справедливо, неверное, хотя и тяжко согрешали, но прежде законы и благодати, напротив мы, согрешая после столь великого попечения нас, как можем надеяться получить прощение, когда оказываем столь великую ненависть к странникам, заключаем двери для бедных и еще прежде загрожаем слух от их воплей, или лучше не только для бедных, но и для самих апостолов. Потому что самому ведь, потому самому, ведь мы и поступаем так с бедными, что невнимаем, невнимаем слова апостолов. Итак, чтобы наши двери непрестанно отверстили были для бедных и слух для учения апостолов, очистим слух души от нечистоты. Как нечистота и грязь заграждает слух телесный, так и любострастные песни, рассказы о делах житейских, о долгах, о ростах и процентах, боли и всякой нечистоты, загрозая слух душевный, и не только загрозает, но еще и делает его нечистым. Подлинно! Странные песни, отвратительные всякой внешней нечистоты. И что всего вреднее, вы не только не скучаете, слушая их, но и восхищаетесь, тогда, как надлежало бы внушаться ими и бежать. Если же они не отвратительны, то ступай к плесунам и подражай тому, что видишь. Или лучше пляшись тем, который производит этот смех. Но ты не согласен на это. Итак, для чего же воздаешь ему такую честь? Языческие законы признают людей этого рода бесчестными. И ты вместе с целым городом, принимаешь их, как послов и вождей, и всех созывает, слушает тот, что оскверняет слух. То есть, святитель напоминает нам о том, что если тем иудеям Господь сказал, горе вам будет, но они еще не познали того, что мы познали, мы приняли Таинство Святого Крещения, принимаем тело и кровь его, мы дали обет, что отрекаемся от сатаны, соединяемся с Тобою, Господи, со Христом соединяемся. Если ведем непорочную жизнь, то наше, говорит, наказание будет гораздо суровее, чем тем, не знавшим того, что мы познали. Поэтому познавшие это, не будем, говорит, отращаться и уподобляться тем плесунам, бесчистым, пьющим песни какие-то. Премудрый, говорит, даже глупой смехи возвышает голос свой. Смотришь, громко так смеются в трамвае, в автобусе, на весь автобусе. А правдник, говорит, едва тихо улыбнется. Даже в этом. А святитель Василий Великий, говорит, христианин, христианка, во всем должны выделяться. Во всем. Это и в походке, говорит, и в поведении, и даже в помывании, говорит, глаз. То есть, как бы даже глазами смотрят. И это может. Во всем он должен выделяться. А сегодня ты не узнаешь, верующий ли ты или не верующий. Потому что, а я, говорит, в душе верю. Веры, веры в душе нет. Вера без дел мертва. Скажем, вера в душе это мертвая вера. Такой веры нет. Такой веры не Христос не приносил, не апостолы. Такой веры не приносил нам. Поэтому вера наша должна быть живая, действующая, согласно со Словом Божиим. Аминь. Слава тебе, Боже, слава тебе, Боже, слава тебе, Боже. Благодарю тебя, Боже, Боже мой, я поднялся. Продолжение следует... 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 Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Слава Своей Цельной и Святому Духу, и ныне и пресне в веки вековами. Отче наш, иже истинный небесе, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, якобы небесе и на земле, плев нас на сутне и дождем дне. И остави нам долги наши, кажи мы оставляя, здоровникам наши. И не веди нас Твое искушение, но избави нас от рукава и на земле, да истинный небес, да готов, и не пресне веков. Аминь. Пусть приятная, как и светлость, огнявая сиявшую благодать вселенной просвети, не спрепролюбие, высоко веще с низка, высоту нам смиренно мудре показа, но Твоими словами, Сыне, оказывая очи и армию затоустим, воли с полом, Христа Бога, спаси все душам наши, слава Цельсине и Святому Духу, как небес приятности Божественной благодати, Твоими руками вся учишься уклоняйтесь, откроете единому Богу. И армии златоусте всеблажение преподобнее, достоинно хвалим Тя, и сиву наставника, как и Божественная являя, и ныне и пресне во веки вековами. Представительство христиан непосредное, подательство к отворцу непреложное, не пресне грешных молений и гласы, но предварив поблагаю на помощь на свет назовущих Те, ускорено молитву и почистено моление, предстательствующий приз на Богородице чтущих Те. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Цоя Цена и Святому Духу и ныне и пресне во веки вековами, честнейшую и первенную, славнейшую, без сравнения с терапией, без искления Бога, Слово Родшим, Сущу Богородицу Те величаем, именем Господне благослови Отче, молиться без святых Отец наших Господей Иисусе, Господи наш помилуй, Господи. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok